С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Фестиваль «Японской весны» порадовал ценителей культуры страны восходящего солнца, а подарили его гостям и жителям столицы японские и казахстанские артисты. Фестиваль «Японской весны» уже стал доброй традицией. По словам зарубежных музыкантов, они приезжают с одной целью – подарить зрителям и слушателям своё праздничное настроение. Особенность сегодняшнего концерта, наверное, всё-таки в атмосфере. Потому что каждый год концерт, который там проходит в рамках фестиваля, он каждый год не может быть одинаковым. Всё время разный. Это дух доброты, весны, взаимопонимания. И вот эта тонкая какая-то грань, которую невозможно писать словами. В этот вечер со сцены звучала музыка казахстанских, японских и западноевропейских композиторов. В концерте приняли участие фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген Сазе» и артисты балета «Астана-Опера». Также мероприятие украсили лауреат международных конкурсов «Салтанат Абельханова», виолончелист Ермек Курманаев, солист казахской государственной филармонии имени Жамбела Арман Телеубергенов и заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин. Традиция проводить подобные концерты появилась в Казахстане в 2011-м. С тех пор дважды в год японская весна и японская осень погружают казахстанскую публику в загадочный мир страны восходящего солнца. В рамках гастролей актера Костанайского казахского театра драмы имени Омарова представили столичным школьникам сказку «Аклмен Алтын». Подробности в сюжете. Спектакль «Аклмен Алтын» молодого режиссёра Архата Уалиева носит воспитательный характер и призван пропагандировать среди детей тягу к знаниям и новым открытиям. «Мы стараемся донести до детей всю значимость знаний, хотим пробудить в них желание учиться и всё время узнавать что-то новое, а не тяготеть к богатству. Поставив мешок со знаниями напротив мешка с золотом, актёры вместе с детьми проведут сравнение, что же лучше. По задумке постановщика мы не просто находимся на сцене, а ведём с детьми интерактивный диалог». По сюжету сказки главные персонажи Ак-Сайтан и Кок-Сайтан оказываются перед выбором между богатством и знаниями. Падки на материальные блага героини безусловно тянутся к мешку с золотом. «Я исполняю роль Ак-Сайтан. Это девушка, которую манят драгоценности и золото. Говорят, даже ангел при виде золота сворачивает с правильного пути. Поэтому, когда мы с Кок-Сайтан видим золото, головы наши идут кругом, мечтаем лишь об одном – поскорее заполучить этот заветный мешок. И ближе к концу сказки дети в зале помогут нам сделать правильный выбор». На этом гастроли труппы Кустанайского театра в Астане не заканчиваются. Следующий на сцене Каздром театра имени Куанышбаева пройдёт комедия режиссёра Ерсаина Толюбай «Бос Даган Бойдахтар». И в заключении выпуска – афиши культурных событий Казахстана на завтра. Органный зал Казахского национального университета искусств отметится концертом квинтета деревянных духовых инструментов. Театр оперы и балета «Астана-опера» проведёт концерт шедевры камерно-вокальной музыки. Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова даст постановку «Лихая година». Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok